Сегодня в программе мы поговорим об Иисусе Христе как о вечном Слове Божьем. Какое сильное откровение. Оставайтесь с нами, вы не захотите пропустить сегодняшний выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Благослови вас, Бог. Шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Я рад приветствовать вас на программе «Узнавая еврейского Иисуса». Это серия под названием «Тайны в Евангелии Иоанна». Иоанн проник в глубокие тайны. Я несколько недель говорил о тайне в том, что Сын Божий был всегда, и поэтому Его рождение воплотение является Его началом. На прошлой неделе мы говорили о тайне в том, что Бог был всегда. На прошлой неделе мы говорили о тайне Троица. Я призываю вас приобрести всю серию. Сегодня я хочу пойти дальше в нашем изучении. Мы находимся в первой главе Евангелия от Иоанна. И говорим мы о том, что Слово Божие в самом начале было с Богом. Все, что было сотворено, сотворено посредством Слова. Слово — это свет, просвещающий каждого человека. Начну я с первой главы Иоанна, с первого стиха. И мы придем сегодня к еще одной тайне. Изучайте Писание вместе со мной. Это будет увлекательно. Если у вас есть Библия, лучше, чтобы она была у вас под рукой. Итак, в начале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. А теперь, внимание, и жизнь была свет человеков. Сконцентрируйтесь на четвертом стихе. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». В Нем была жизнь, и эта жизнь просвещает каждого человека, рождающегося на свет. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И Писание говорит, что этот свет просвещает абсолютно каждого человека, приходящего в этот мир. Послушайте меня внимательно. «Глубоко в сердце каждый человек, включая и вас, знает, что Бог есть». Возможно, вы смотрите сейчас и говорите, «Но я не уверен, что Бог есть». Послушайте, в глубине сердца вы это знаете. Дело в том, что каждый человек, рождающийся в этот мир, имеет свет в глубине своего естества, который дает знание, что Бог есть. Поэтому люди, которые всю свою жизнь отвергали Бога, оказавшись среди бушующего океана, когда их корабль может утонуть, начинают взывать к Богу. Потому что где-то глубоко внутри каждый человек знает, что Бог есть. Поэтому, когда я кому-то рассказываю, может, официантке или еще кому-то, я задаю вопрос, «Что вы думаете об Иисусе?» Я всегда использую в беседе вопрос, «Что вы думаете об Иисусе?» Потому что, услышав ответ человека на этот вопрос, вы поймете, как ему дальше послужиться. Это не философский вопрос, но кто он лично для вас? И тогда они не отвечают за умными словами, но просто рассказывают о себе. Они могут сказать, «Я раньше ходил в церковь, я вырос в баптийской церкви, но если они не говорят, «Я люблю Иисуса, он так важен для меня», мы делаем вывод, что они не ходят с Богом. Я спрашиваю людей, «А что вы думаете об Иисусе?» Некоторые из них отвечают, «Я не верю в Бога». Они могут рассердиться, исполниться ненависти к вам. Атеисты имеют склонность смотреть на тех, кто верит в Бога, сверху вниз. Они смотрят снисходительно, как на наивного человека. Они считают, что раз вы верите в Бога, вы невежда. Таких людей немало во всем мире. Они смотрят на нас, тех, кто верит в Бога, как на тех, кто мало что смыслит и кто ограничен в своем разуме. Но я уверяю вас, друзья, каждый человек знает, что Бог есть. Бог просвещает каждого человека, рождающегося на свет. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Он просвещает каждого приходящего в мир. Поймите, когда кто-то говорит вам, что не верит в Бога, что если вы верите в Бога, вы глупец, то послушайте меня внимательно. Этот человек вам лжет. Глубоко внутри, в самом центре своего естества, он верит в Бога. Откуда я это знаю? Дело в том, что каждый человек, рождающийся на свет, просвещен в какой-то мере, чтобы знать, что Бог есть. Павел говорит об этом в послании к римлянам. Павел говорит об этом в первой и второй главе послания к римлянам. Я прочту это местописание. Первая глава, 18 стих. Та же истина. Каждый человек знает, что Бог есть. Послушайте, что сказал Павел. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». А теперь послушайте. Подавляющих истину неправду. То есть Павел говорит, что гнев Божий является с небес на тех, кто подавляет истину. Какую такую истину они подавляют. Павел говорит нам, о какой истине идет речь в следующем стихе. Он говорит в 19 стихе. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них». Это уже внутри них. То, что можно знать о Боге, явно для них, и уже заложено в них. Глубоко внутри своего естества каждый человек знает. Иисус просвещает всякого человека, приходящего в мир, вкладывает внутреннее знание о том, что Бог есть. Итак, Павел говорит, что люди подавляют истину неправду. Они отрицают существование Бога, при этом подавляя внутреннее знание, что Он есть. Они подавляют факт Его существования неправду. Послушайте еще раз. «Ибо от создания мира», то есть сначала он говорит, что это явно внутри, вложено в них. А затем говорит, что это явно через рассматривание творения. 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его, и божество от создания мира, через рассматривание творений, видимы, так что они безответны». О чем здесь говорит Павел? «Вечная Божья природа видна всему человечеству, когда они смотрят на творение». Иначе говоря, те из нас, кто могут видеть, когда мы смотрим на небо, и нам кажется, что небо вечно, внутри себя мы получаем свидетельство о том, что есть высшая сила, а именно Бог. Когда мы смотрим на порядок, установленный в творении, разумеется, есть и беспорядок. Враг тоже существует в мире, но когда мы смотрим на порядок во всем творении, в Божие творения встроено божественное разумение, и мы понимаем, что Бог есть. Люди, которые постоянно только и говорят об эволюции или о Большом взрыве, не могут ответить на вопрос, «А откуда взялся Большой взрыв?» И как в результате взрыва могли появиться разумные творения? Никакой Большой взрыв не в состоянии объяснить, как человек может мыслиться. Это невозможно объяснить тем, что имел место Большой взрыв. Этого не доказать опытным путем. Откуда приходит способность помочь другому человеку с точки зрения Большого взрыва? Как после Большого взрыва птицы могли понять, что им нужно лететь на юг? Как в результате Большого взрыва тело человека могло получить необходимые разумные сигналы, что когда оно перегревается, то ли от упражнений, то ли от температуры воздуха, оно должно начать потеть, чтобы восстановить нужный температурный баланс. Откуда тело знает, что нужно создавать антитела, когда в нашем теле появляется инфекция? Откуда все это взялось? Дело в том, что Бог заложил это в творение. Споры о сотворении идут многие годы. Возможно, вы слышали такую историю для сравнения. С чем можно сравнить гипотезу, что в мире все пришло в такой порядок просто в результате Большого взрыва? Это как если бы на столе стоял сосуд с чернилами, а на полу был лист бумаги. Я случайно задел чернила рукой, проходя мимо стола. И вот чернила упали на бумагу. На бумаге четко вырисовались дом, семья, трава подстрижена, ровненький забор, аккуратный дворик, полный порядок и красота. Но разве могли разлитые чернила воспроизвести такую картину? Разве случайно разлитые чернила создают совершенную картинку с домом, собакой, мужчиной и женщиной? Нет, конечно. В творение вложена красота и разум. Это факт, что каждый человек глубоко внутри себя знает, что Бог есть. Они знают это, потому что когда они пришли в мир, они были просвещены Словом. Об этом говорит нам Евангелие от Иоанна. Он — свет, просвещающий каждого человека в этом мире. Человечество познает, что Бог есть, глядя на творение. Если, когда вы кому-то рассказываете о Боге, этот человек циничный смеется над вами, включает сарказм, не стоит верить тому, что вы видите. За этим стоит Дух. Это в нем действует Дух Антихриста. Возможно, вы ощутите себя слабым и беспомощным, но, знаете, вам не стоит позволять этому Духу вас напугать. Этот дьявол действует в человеке, которому вы рассказываете. Не имеет значения, что этот человек вам говорит. Все знают, что Бог есть. И также мне стоит сказать, что бывает, что в жизни человека случилось то, что принесло ему или ей сильную боль. Это может быть убийство близкого человека или близкий человек умер молодым. Человек пережил нечто ужасное. Может, это развод родителей. С людьми произошло что-то ужасающее. Это их сильно ранило или расстроило. И они в смятении. Зачастую, когда такое происходит, в ответ на это люди начинают отрицать существование Бога. они делают это в гневе или в отчаянии. И бывает так, что они остаются в этом неверии, в этом замешательстве и гневе очень долго. Хотя внутри себя они верят, что Бог есть, но поскольку эта боль и гнев заставляли их отрицать существование Бога долгое время, они так долго подавляли истину, как говорит Писание, что сами себя убедили в том, что они не верят в Бога. Но, послушайте меня, возлюбленные дети Божии, глубоко внутри они знают, что Бог есть. Об этом им свидетельствует творение. И также Иисус просветил их, когда они пришли в этот мир. Поэтому не отступайте. Вы правы. И они глубоко внутри понимают, что вы правы, что бы они вам не говорили. Продолжайте говорить свое. Вернемся к нашей программе. Мы возвращаемся к первой главе Евангелия от Иоанна. Мы рассуждали над четвертым стихом. В нем Выешуа в слове, что стало плотью, Сыне Божиим, пришедшим во плоти. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И в пятом стихе он продолжает, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В другом переводе в данном стихе сказано, «И свет во тьме светит, и тьма не потушила его». Вы понимаете? Тьма не может объять свет и не может его потушить. Поэтому Библия говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». То есть, перед тем, как вы познали Бога, возможно, вы читали Библию, но вы мало что могли понять. Но как только вы родились свыше и стали Божьим ребенком, как только вы вошли в настоящее отношение с Богом, возможно, кто-то из наших зрителей вырос в другой традиции, вы не относите себя к типу рожденных свыше. Для вас рождение свыше — это какие-то религиозные крайности. Такие люди для вас фанатики. Но термин «рожден свыше» использовал сам Иисус в 3 главе Иоанна. Он говорил так. «Кто не родится от Духа, не увидит Царство Божие». Беседуя с Никодимом, Иисус сказал, что рожденное от плоти есть плоть, то есть, то, что родилось из чрева матери. Рожденное от Духа есть Дух. Затем Иисус сказал Никодиму, «Не дивись тому, что Я сказал тебе, что должно родиться свыше». Поэтому, говоря о рождении свыше, я не имею в виду религиозный фанатизм. Я говорю о тех, кто рожден от жизни Божьей, от Зоя. Вы приняли от Духа Божьего. Дух Божий пришел в вашу жизнь. Когда вы родились, у вас не было Духа Божьего, но затем вы услышали Евангелие, поверили в Иисуса. И когда вы это сделали, в вас вошел Дух Божий, и вы родились свыше. Вы приняли жизнь Бога. Выйдя из утробы матери, вы обрели телесную жизнь, но, поверив в Иисуса, открыв свое сердце для Него, вы обрели Божию жизнь внутри вас, когда Он вошел в вас. А вот что значит родиться свыше. Люди, которые не имеют Духа Божьего, не могут понять духовное. Но люди, имеющие Дух Божий внутри, понимают тайны Божьи. Итак, Иоанн говорит в пятом стихе, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Хочу пояснить, когда я говорю, что люди, не имеющие Духа, не могут понять духовные тайны, это действительно так. Однако каждый человек понимает, что Бог есть. Хочу, чтобы вы меня услышали. Все знают, что Бог есть, вне зависимости от того, рожден свыше человек или нет, потому что Иисус их просветил, и они видят Бога в творении. В этом нет никаких сомнений, но мы говорим о другом, о тайнах, о духовных истинах, которые нам может открыть только Дух Божий. Свет во тьме светит, и тьма не может его понять, и не может загасить этот свет. Поэтому ваши мирские друзья вас не понимают, они не могут вас понять, потому что ваш разум для них неисследим. Они люди мира и не знают Духа Божьего, чтобы мыслить, как вы, и видеть то, что видите вы. Но мне нравится слово в пятом стихе первой главы Иоанна, которое многое объясняет. Свет во тьме светит, и тьма не может, внимание, погасить или потушить этот свет. Мне нравится этот перевод. То есть, благодаря тому, что вы рождены от Духа Божьего, и благодаря тому, что в вас живет Дух Божий, тьме вас не угасить. Тьме никогда вас не победить. Ей никогда вас не погубить. Вы вовеки живы. Тьма никогда не сможет угасить тот свет, что внутри вас. Поэтому вы больше, чем победитель. Что бы вам не пришлось проходить, внутри вас течет жизнь от Бога. Если вы рождены свыше, до самой вашей смерти, какие бы трудности не встречались вам на пути, вы все преодолеете и перейдете на другую сторону. Никто и ничто не восхитит вас из руки Божьей, потому что вечный Божий свет живет вас, и никто его не угасит и не потушит. Этот свет не умрет. Поэтому Иисус сказал, рожденный от меня побеждает мир. Вы победитель в этой жизни. Библия говорит, что если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то та сила, которая воскресила Иисуса, вложена теперь внутрь вас посредством Духа Его, живущего в вас. Вам дает силу вечная жизнь Божья Зоя. У вас есть сверхъестественная жизнь, которую ничто не одолеет. И поэтому Иисус сказал, «Я построю церковь, и врата ада не одолеют ее». Я хочу, чтобы вы знали те из вас, внутри кого живет Дух Божий, те из вас, кто любит Иисуса и принадлежит Ему. Я хочу, чтобы вы знали возлюбленное. Бог имеет для вас нечто прекрасное. Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим Его. Внутри вас Божий Дух, и ничто вас не угасит. Иисус сказал, «Верующий Меня, даже если умрет, оживет». Я уже подхожу к концу сегодняшней проповеди. В следующий раз мы начнем с 14 стиха этой же главы. «Вечное Слово, Сын Божий, Который был всегда». В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Он стал плотью. Это первая глава, 14 стих. Бог стал плотью, и мы называем Его Иисусом. Я хочу, чтобы вы запомнили, что для того, чтобы вас спасти, Бог не послал свое доверенное лицо, своего представителя. Он не послал ради вашего спасения кого-то другого. Он Сам пришел, чтобы вас спасти. Он любит вас. Он пришел на землю лично ради вас, драгоценное Божие Дитя. Он пришел лично, чтобы умереть на кресте, лично за вас. Бог умер, чтобы ввести вас в отношения с Ним, дабы грех не смог отделить вас от Бога. Бог очень сильно любит нас с вами. И сегодня, дорогие дети Божии, Он ожидает от нас взаимности. Он желает, чтобы мы тоже возлюбили Его в ответ на Его любовь. Бог ищет того, кто будет любить Его взаимно. Он любит нас безусловной любовью. И Он так жаждет, чтобы мы ответили Ему взаимностью. Скажите, а вы ответите Ему взаимностью. А вы будете дорожить Богом так, как Он дорожит вами. Возможно, вы смотрите эту программу, и вы еще не принимали решение следовать за Иисусом. Он стучится в дверь вашего сердца сегодня. Все, что вам нужно сделать, это открыть свое сердце для Него и сказать, «Прости меня, Иисус, за все мои грехи. Войди в мою жизнь. Я люблю тебя. Да благословит вас Бог, возлюбленные. Я тоже вас люблю. Шалом». Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Вы так чудесно и правдиво представили и истолковали удивительную, святую, превосходную книгу «Песня-песни». Я благодарю вас. Пусть Бог благословит ваше телевизионное служение во всех народах Кейси из Австралии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры В шестой главе книги «Чисел» Бог-Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры создавал DimaTorzok Доблагословит вас Господь и сохранит вас. «Да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и дарует вам мир, как своему любимому ребенку». Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. «Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народам». Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование». Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Да благословит вас Бог, возлюбленные, я никогда не думал, что стану пастором и еврейским раввином. Мое служение просто стало последствием моего хождения с Богом. И когда я все-таки решил получить богословское образование, мое главное желание было больше познать Бога. И тогда Бог начал поднимать меня. Так началось мое служение. Оно стало результатом моего личного хождения с Богом. Теперь, когда Бог призывал меня проповедовать Евангелие по всему миру, через телевидение и Крусейды, мне особенно нужна ваша помощь. Я не смогу это делать без вас, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сеете в это служение и становитесь партнером, вы получите награду за души, которые были спасены и изменены через это служение. Вы получите благословение, когда придет Иисус. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.